Всем привет! Меня зовут Саида и вы на моем канале. Давно мы не снимали влоги. Я снимала напоследок влог, когда мы ездили по реке, но он еще не вышел, я его еще никак не опубликую. Все никак нет времени смонтировать видео. Надеюсь, скоро это получится. Сегодня 11 августа и у меня вот такое вот задание стерилизовать огурцы на зиму. Подготовила банки. Думаю, что 15 банок будет более чем достаточно. Сейчас я пойду найду укроп. В этом году укроп у нас что-то совсем не растет, никак ему не хочется. У нас тут беспорядочек чуть-чуть. Вчера были гости и мы пока еще не прибрали в сад. Будем начать закрывать огурцы. Кетчуп сегодня буду делать и в морозилку буду складывать маленькие черри-помидорки. Короче, у меня сегодня очень день занятой домашними делами. Смотрите, сколько у нас тут дров на зиму. Но это не только на одну зиму, естественно, это на минимально три зимы. Хотя мы отапливаем электрическими панелями, такими специальными отоплениями, но иногда балуемся чисто для уюта, чисто для прикола. Мы вот дровами топим иногда. Это уютно. Мне нравится, особенно когда Рождество. Посмотрим, если найду укроп. В этом году, говорю, укроп вообще не хочет ни в какую расти. Муж его уже несколько раз сеял и все равно ни в какую. Так что у меня в морозилке есть чуть-чуть укроп, нарезанный с прошлого года. И, наверное, я для огурцов буду использовать именно этот замороженный укроп. Тут у нас слива. Как вы видите, в этом году очень мало сливы. Обычно каждые три года наша слива просто бывает обсыпана просто. Но в этом году мало. На следующий год он силы бережет. Смотрите, они какие-то все такие. Их мало, и они все какие-то больные, все с какими-то червями. Ну, короче, не густо. Буду делать скетчуп из больших помидорок. Покажу вам рецептик от моей подруги. Пользуюсь этим рецептом. А рецепт на закрутке огурцов покажу тоже. Покажу, что используют в Чехии для стерилизации, для консервирования огурцов. В уксусе. Какие именно здесь для этого продаются, как сказать, приправы, смеси специальные. Ну, все. Посмотрим, что получится с нашего влога. Потому что я давно не снимала, у меня язык уже русский забывается. И мне нужно как бы хотя бы во влогах с вами разговаривать. Красота, да? Очень. В этом году вот именно вот этот, я не знаю, по-русски я забыла, как он называется. Уже забыла. По-чешски и бишек. Классный. Очень красивый. Но уже что-то завяло, а что-то какие-то новые бутоны открываются. Видите, как они падают? Только тронешь уже, падают. Смотрите, какой огромный тут. Видите, как он летает? Где он их отпадет? В камеру. Огромные шмели. Шмели такие летают. Очень много ос и пчелок. Вот здесь тоже, на сливе. Так что будем снимать. Итак, хотела вам показать, как здесь закрывают огурцы. Здесь используют вот такой зноемский уксус 8-процентный. Видите, прям огурчик, укропчик нарисован. Потом используется сахарин. Маленькие такие таблеточки. Здесь в основном 100 штук в упаковке. Но у меня вот осталось уже меньше с позапрошлого сезона. И вот такая вот смесь от Бенкор, новая называется, для огурцов. Что здесь в составе? Здесь 22% соль, потом сахар есть, лавровый лист, горчица белая, гвоздика, укроп, кориандр, перец, тимьян и душистый перец. Черный перец, душистый перец. Значит, по рецепту моей свекрови, ну, в принципе, этот рецепт передается с поколения в поколение, на 250 мл вот этого уксуса, 750 мл воды и одна упаковка вот этой смеси. И 4 штучки сахарина. Значит, доводится до кипения. Но если вам нужно больше, чем 1 литр рассола, то надо, конечно, побольше. Значит, например, сегодня я сделаю с 3 пакетов, значит, у меня 750 мл этого и сколько там, почти 20 с чем-то литра, это значит, короче, воды. И у меня побольше где-то 12 штучек сахарина в одну большую кастрюлю, это значит, рассол приготовлю, доведу до кипения, закину сахарин, начале доводим до кипения все вот это. Закидываем сахарин и наливаем, разливаем огурцы, рассолом наливаем, закрываем крышки хорошенько вот такой штучкой. Ну, вот такая штучка. И все, и в стерилизатор стерилизуем 20 минут при температуре 80 градусов. И все, и огурчики будут на зиму готовы. Все, пошла заниматься своими огурцами, потому что я уже банки наполнила огурцами. Получилось пока 13,5 банок. Мне нужно поехать к своей крови и, может быть, там еще какие-то огурчики на грядках есть, чтобы дополнить до 15 банок, потому что я их уже подготовила, укропчик туда положила. Хочу все-таки этих 15 банок доделать до конца. Раз уже у меня план такой-то, значит, будем действовать по плану. Итак, сегодня уже среда. И огурцы я закрыла. Даже кетчуп сегодня закрылась, успела. Наверное, сколько банок у меня получилось? Не знаю, 7, что ли. Даже не посчитала еще. У нас очень даже жарко. Сегодня я ходила по магазинам чуть-чуть, по делам. Аделка у нас тут купается в бассейне. А я хотела что-то показать. Я купила кое-какие себе. Как косметику, это такие девчачьи дела. Такой карандаш для тени. Сейчас я постараюсь поставить телефон, чтобы показать вам. Красивый цвет. Если вы видите. Там. Ну, он такой с этими... Я уже забыла, как это называется по-русски. Короче, это от фирмы Ruby Rose с глиттером. С глиттером. И потом еще кое-какой цвет. Я люблю вот такие вот тени, которые как карандаш всовываются. Не нужно ничего точить. Такой песочный, золотистый цвет. Я думаю, что... У меня были подобные оттенки. Просто закончились. И еще вот такой красивый бронзовый цвет. Надеюсь, что видно. Я не знаю, если хорошо видно на солнце слишком. Далее... Вообще-то я в магазин шла зачем? У меня закончился черный карандаш для глаз. Но вот именно я хотела, который не точишь, а точилка. А вот именно вот такой, который высовывается. Такой грифель там. Черный. Обычный черный карандаш. И... Шла я купить только его вообще-то. Но как всегда, когда женщина идет покупать себе косметику... Подожди. То на одной вещи она не останавливается. Обязательно нужно что-то купить еще. И две вот такие... Два блеска. Червеные. Червеные. Извиняюсь. Красный цвет. Красный оттенок. Он не слишком красный. Он такой малиновый. Сегодня, кстати, вот сейчас мы собираемся идти к свекрови в гости на кофе. И я, конечно, сейчас что-то из этого себе нанесу. Потому что я с утра еще не красилась сегодня. И вот такой вот нежный цвет тоже. Это от фирмы... Не знаю, как называется. Я тоже хочу тоже. Ты тоже хочешь? Аделька тоже хочет, чтобы ей... Вообще-то это на губы, Аделька. Это я просто показываю здесь. Это потом. Аделька хочет тоже всем этим сразу накраситься. Сразу-то все накрашу. И все сразу, понимаешь? Все тени, все карандаши, все сразу накрасили. Все, мы пошли подготавливаться к выходу через подкраситься. И потом я вам покажу еще, какие книжки я купила за этот месяц. Очень интересные книжки. Правда, на чешском языке, но... И переводов многих из них, конечно, на русском нет вообще. Потому что это чешские авторы. И их еще на русский язык никто не переводил. Все за связи. Итак, мы уже идем, прогуливаясь к свекрови, значит, к ним домой, на кофе. Надеюсь, что они дома. Мы всегда так выходим. Но обычно они вечером бывают дома. Сейчас сколько сейчас? Где-то 6 часов вечера. Может, даже уже больше. Не знаю. А, у меня что-то все есть. 7, говорю, 6. Аделька, осторожно, поворачивай. Так. 7 часов вечера. Шестерочка автобус тут проезжает. Потому что... Идем. Главное, основная дорога ремонтируется. Ой, машина. Основная дорога ремонтируется. И поэтому автобусы и кое-какие машины проезжают вот по этой небольшой улице. И все ждут, когда там отремонтируется. Вот за этими домами там основная дорога, главное, по которой и должен был ездить автобус. Но, мне кажется, к сентябрю уже все будет ездить по обычной своей трассе. Вот такие вот у нас тут домики. Где-то что-то реставрируют, где-то что-то ремонтируют. 7 часов вечера. Сейчас довольно-таки тепло еще. Да, здесь новая крыша сделали. Такая красивая, она яркая, да? Видно, что новенькая. Все, ладно. Мы еще, если что, поснимаем еще потом у деда в саду. Так, мы сидим. То есть я сижу, пью кофе. За ваше здоровье, ребята. Пью кофе. Аделка там сидит, кушает канадскую чернику. Свекор выращивает кустики такие, черники. Вот так вот выглядит дом. Двухэтажный у них дом. Сад. Давайте пройдемся, прогуляемся. Я вам покажу дом. Но не внутри, а так вот. Он такой. Там два этажа и еще чердак. Сейчас я переверну камеру и покажу вам сад. Вот здесь я пока сижу. Это импровизация стола. Они никогда не сидят в саду просто так без дела. Поэтому им достаточно такой импровизации. Здесь вот яблоня, сливы. Здесь вот парнички. У меня свекор садовод, профессионал. Это фейхуаз Азербайджана. Видите, как красиво. У него тут она пышная такая, веселенькая. Он профессиональный садовод. Колодец. Поэтому у него тут только всего лишь... Все забито только лишь растениями, цветами. Везде-везде. Тут каждый сантиметр напичкан. Аделька, я тебе трошку наточу, как там есть боровки. Тони, возьми. Вот так вот закрывают эти черники, чтобы птицы не поклевали. Аделька, здесь внутри кушай чернику. Вкусно? Да. Теперь не попадет. Абди, мамка, выфоткай, как папаша. Ну, сфоткаю тебя. Ты пока кушай. Здесь вся сетка огорожена, чтобы птицы не поклевали все. Потому что, смотрите, какая огромная. Мега. Можно? Я хотела. Деда, мама... Так, чем я сейчас балуюсь? У меня тут красное вино кагор и кофола. Чтобы не очень опьянеть, я так где-то столько налила вина и дополнила кофолой. Пойду сейчас в сад, буду отдыхать. Вот. Так что мы уже пришли. И завтра будем снимать с вами. Покажу вам книжки. Значит, уже завтра. И вязание я кое-что вяжу. Тоже покажу все завтра. Все. Спокойной ночи. Увидимся в следующем кадре. Всем привет. Сегодня пятница. Я снимаю... Продолжаю снимать свой влог. У нас очень пасмурно. Довольно-таки прохладно. Всего лишь 20 градусов. Поэтому чуть-чуть будет, по-моему, темно. Что я хотела показать? Хотела показать вам свои книжки. Но вначале покажу. Вот такой штативчик для телефона мы приобрели. Он и как селфи-палка, и штатив в одном. Два в одном. Вот видите? Я вам покажу лучше вот на коробочке. Это Huawei Tripod Selfie Stick. Вот. Если сюда вот между такими зажимами поставить телефон, то можно вытянуть... В длину будет как селфи-палка. Или поставить на ножки, и получится штативчик. Ножечки у него вот такие тут открываются. Очень все легко, просто, классно. Или еще вытаскиваться. Просто мне сейчас одной рукой это неудобно делать. А вот сюда эти зажимы вытаскиваются, открываются, и ты можешь смотреть. Но в телефоне должна быть открыта функция Bluetooth, включена. Потому что этот штатив, он реагирует, как сказать, сотрудничает с телефоном, да, входит в связь через Bluetooth, чтобы, например... Ну, можно и вручную, но можно тут нажала так кнопочку, и там начало снимать видео на телефоне, да. Но можно и вручную, и без Bluetooth. То есть нажимать постоянно кнопочку на самом телефоне. Вот, как-то так. Сейчас я установлю телефон на вот эту селфи-палку, на штатив, и покажу вам свои книжки, покупкой которых я очень довольна. Это очень классные книжки, но лично для меня они просто кладезь. Я думаю, начнем с вот этих трех книжек серии для начинающих. Здесь из этих трех я уже прочитала две. Как бы я проходила массажный курс у двоих супермассажистов нашего города. И, конечно же, о массаже я знаю нормально. У меня достаточно информации в голове, достаточно навыков. Но вот эти книжки, хотя там и написано для начинающих, массаж для начинающих от автора Рахель Байдер, есть чему научиться, даже для такого массажиста, который уже что-то знает, что-то умеет. Во-первых, эта книга красиво оформлена. Это серия книг. Они очень красиво оформлены, в одинаковом стиле. Здесь очень все красиво показано, доступно. А для начинающих это вообще супер книжки. Показаны способы, техники, как все это проводить, как начинать массаж, какие масла можно использовать, для чего. У каждого ароматического масла, да, ароматического масла, нет, у эссенциального масла есть своя функция, свое свойство, действие. Показаны мышцы основные, которые надо массировать, способы массирования, то есть вот таким способом можно массировать, или петрисаж, то есть когда так схватываешь мышцы. Далее глубокое проникновение, менее глубокое проникновение, постукиваниями. Потом массаж определенных точек, триггер-поинтс, здесь это называется триггер-поинтс, места, которые особо ответственны, отвечают за то, что у нас возникают боли в спине, в пояснице, в ногах. Вот такие узлы образуются. Но это чисто образно так нарисовано. Неправильно, конечно, подобное слово здесь, узлы. Но когда мышцы у нас в теле, они в несколько слоев наложены друг на друга, но когда происходят в теле проблемы, то они как бы, ну, типа, не то что узлы происходят между этими мышцами, они просто накладываются, слишком, перестают тереться друг от друга гладко, а начинают как бы, ну, образуются такие точки, в которых эти мышцы просто сцепляются вместе и не происходит должного трения между ними. Там много разных причин, конечно, почему это происходит. Короче, вот видите, этот слой мышц, там еще вот такой слой мышц, это все друг на друге у нас в теле, и поэтому мы должны знать, какую группу мышц, как, какой техникой массировать. Но эта книга для начинающих, это просто супер. Все прям написано по пунктам, что, как делать. Далее книжка «Акупрессура» для начинающих от автора Боб Дотто. Я ее уже почти закончила читать. Здесь «Акупрессура» — это то есть точки, массируя которые, вы можете избавиться от тех или иных болей. Допустим, ну вот здесь, видите, на лице, допустим, когда у нас болит голова и так далее. Кстати, это очень помогает. Вот эти точки, потом вот здесь у вас основание носа, а также здесь около глаза. Эти точки очень, лично мне помогает, когда у меня бывает габалит голова. Это очень сильно помогает. Ну, просто показаны способы массирования вот этих точек. Я хочу просто найти, я хочу найти, просто вот здесь показывают меридианы, меридианы, которые связывают между собой эти определенные точки. Есть меридианы печени, меридианы сердца, меридианы почек. На каждом меридиане находятся определенные точки, да, то есть меридианы связывают между собой точек, как дороги. Массируя определенную группу точек, вы можете облегчить себе боль или даже избавиться от каких-то определенных проблем. Мелких, конечно, никаких таких сильных, серьезных. Но массаж, конечно, очень помогает при лечении. Это один из действующих способов, действительных способов. И в Китае он очень сильно распространен, как, ну, не только для профилактики болезни, но и при лечении определенных болезней. Далее, рефлексология. Вот если здесь в акупунктуре, для начинающих, акупрусуре было показаны точки по всему телу, видите, по всему телу, то в рефлексологии для начинающих здесь именно в основном показаны точки на наших подошвах, на наших ногах. Также эти точки можно изучать и на руке, как внутренней, так и внешней стороне. И, как вы, может быть, кто-то знает, что каждая область на подошве, она тоже отвечает, она просто, да, точки на подошве, они реагируют, действуют на наши внутренние органы, на глаза, на уши, на... Вот здесь все, все, как сейчас я начну. Покажу, вот. На почки, на сердце, на печень, то есть вот кишечный тракт, вот здесь толстый кишечник, да, вот это, это значит наши почки, то есть левой и правой нога, соответственно, отражает наши внутренние органы с левой или правой стороны тела. Вот сердце находится здесь, сердечная зона, зубы, глаза, все, вот, это очень доступно все нарисовано, то есть человек сразу, может, у кого фотографическая память, могут так посмотреть пару, то они уже будут знать, где что у них, где что массировать. Ну, это очень классная книжка тоже. Также позвоночник, видите, внутренняя часть подошвы, да, внутренняя часть именно. Здесь вот этот наш позвоночник отображается, да, как бы эмассируя определенную часть ноги, вы можете помочь своему телу справляться, во всяком случае, с болью, с большими болями. Вот это такая серия книжек. Далее я приобрела книжку «Массаж с быстрым эффектом». Это техника массажа Йоя. Надеюсь, я правильно читаю. Я, Йоя, да. Это такая штучка деревянная, кругленькая, вот такая. Это из любого дерева она делается, ну, там, из трех-четырех видов. А также внутрь вставляется драгоценный камень какой-то, или минерал, в форме вот такой вот, такого круга. Круг, как сказать, да, круг. И массируется тело. Как видите, руки можно массировать, также подошвы. Все тело массируется вот таким вот приспособлением Йоя. И, да, набор этот можно приобрести, например, чисто для себя или для лечебных целей, как массажисту профессиональному. И тоже можно массировать не руками конкретно, а вот этой штучкой такой. Там в зависимости от того, как вы хотите, какой эффект еще, чтобы был, используются различные минералы, не только один и тот же. Сейчас я посмотрю. Здесь есть, здесь была информация об этом. Вот, то есть, эти комплекты можно приобрести и массируем на здоровье. Вот, видите, они, это эти, это запатентованное приспособление придумал. По-моему, вот этот, сейчас посмотрю. Улрих Мэтс. И он запатентовал это приспособление. Потому что есть еще лечение драгоценными камнями, как мы знаем. Например, вот здесь книжка, анонс книги «Массаж драгоценными камнями». То есть, как же у камня есть определенный свой эффект на наше тело. И можно массировать, в зависимости от того, от какой боли, и, смотря, что вы хотите подправить в организме, можно массировать различными, выбирать любой другой камень. Кварс, анефист. Но мне больше всего эта книга понравилась не только из-за того, чтобы приобрести вот эту штучку, но просто, чтобы поучиться от каждого массажиста, как, каким способом они массируют. И вообще побольше просто информации прочитать о самом массаже вообще. Потому что здесь не только техники показаны, но и много рассказано вообще о теле, об организме, определенных моментов каких-то таких специфических. И я просто хочу побольше сейчас еще больше расширить свои знания в этой области. И читаю в книге массажистов разных. Итальянцы, немцы. Вот, например, эта книга «Автомассаж», то есть массаж самому себе, как делать, от автора Энрио, Энрико Корси. И книга просто супер. Я еще ее только лишь пару раз просматривала, но это просто классно. Это считаю, что настольная книга. Потому что, допустим, здесь все показано не только по тому, какие точки массировать. Например, боли в зубах, да? Зубная боль, то есть. Зубная боль, и здесь показано, что массируется не только на лице, но и, например, вот точки, видите, вот эти точки. А также показаны какие-то определенные гимнастики, определенные какие-то моменты, которые бы очень помогли при той или иной боли. Какие-то вот такие упражнения для, например, упражнения от боли в горле. Муж говорит, что да, когда он занимался йогой, тоже это упражнение было в их обучении. Боли в желудках, допустим, и так далее. То есть книжка такая наглядное пособие, так скажем. А также здесь много информации о самом теле. Опять же, вот эти меридианы, которые просто соединяют определенные точки. Меридиан, вот это сейчас вы видите меридиан, течени, то есть вот точки, которые отвечают, находятся на дороге почек, то есть печени, и массируя их вы можете помочь своим внутренним органам. Ну, как-то так. Я думаю, что люди, которые интересуются массажами, могут что-то почерпать для себя из-за этого моего такого обзора. Эту книжку я еще полностью не читала, и эту еще тоже не читала, но уже сто раз пересматривала, пролистывала. Далее. Недавно мое приобретение. В принципе, эти книжки массажей тоже недавно приобретение, не в том месяце, а эти вот прям чуть ли, да, на той неделе покупила. Вначале я одолжила книгу своего массажиста, своего учителя и массажиста, вот эту книгу под названием «Духовные причины болезней» от авторов Йозеф Станек и Яна Борзобогата, чешские авторы. Я прочитала, и мне очень-очень понравилась книга. Очень доступна, интересна, познавательна. Как-то, ну, имею в виду, что я не чешка, но язык был, изложение очень-очень классный, и мне настолько понравилось, как и о чём они пишут, что эту книгу я приобрела, массажист, я там его книгу возвращу обратно, но уже я прочитала, и думаю, нет, мне хочется, чтобы я дома имела эту книгу, поэтому я её приобрела. А также три остальные книги в этой же тематике о духовном и телесном, о связи духовного, душевного и телесного. Это всё три разные уровни. А вот, например, такая книга от автора, тоже, Яна Борзобогата и Йозеф Станек. Любовь мужчины и женщины с... со взгляда или с стороны духовных и душевных сил, открытие духовного ока, глаза, то есть, и ещё книжка «Человек как многоуровневое существо». Буду всё читать, буду вас держать в курсе. В основном на Инстаграме я опубликую такие короткие постыки от тех книжек, которые я читаю. У меня на телефоне заканчивается память, мне нужно срочно почистить, и будем снимать дальше. Ну, в принципе, я уже книжки вам показала, об этом мы потом будем говорить, допустим, по мере того, как я буду читать эти книжки или покупать, приобретать какие-то новые книжки в этом направлении. И о массажах, конечно же, я буду приобретать, читать или одалживать книжку, брать из библиотеки, или у массажиста брать какие-то книги, потому что у него там несколько полочек с книжками о массаже, а не только о массаже, как бы в основном, а во всем, что связано с здоровьем человека. Вот так вот. И сейчас я хотела показать чуть-чуть что-то о вязании своем, какие-то новые моточки пряжи, и мы на этом потом уже будем заканчивать. Так, смотрите. Вначале я покажу, что я приобрела себе. Купила вот таких два моточка от Ализан Горо Голд с земли, с люрексом золотистым. Это цвет номер. А, где здесь номер цвета, если я найду. А, и... У-у-у, где-то он написан, и я его не найду. Что такое? И этот цвет такой, как вы видите, рыжеватый, с переходами до бордового цвета. Я не могу найти размер... номер. Номер цвета не могу найти никак. Но это... Эту пряжу, видите, она как переходит в красноватый, в коричневатый оттенки. Я взяла на то... Для того, чтобы вязать шали на Новый Год, на Рождество, в подарок. Ну, посмотрим. У меня вечно какие-то планы. У меня из этой серии уже вон сколько всего из этого Ализан Горо. Мне очень полюбилась эта пряжа. Здесь 20% шерсти. Все, кто вяжет из нее, знают. У меня вот такая вот еще есть. Ну, один моток. Очень красивые переходы. И такой слишком веселый, как радуга прям. Все это с люрексом. Все это блястит. Все это такое яркое. И из этого я уже вязала шаль. Очень красиво получается. Серебристом люрексом тоже. Ализе Ангор Голд Семли. Мне нравится с люрексом. Мне нравится, чтобы вещь была... Тем более шаль, чтобы они были яркие, нарядные. Так что у меня тут как бы целая такая мини-коллекция этой пряжи. А еще у меня был такой моток. Может быть, я в каком-то видео уже показывала. От Карто Пу. Матрешка. Вот. Матрешка. И здесь 200 граммов. 820 метров. Этот номер цвета Ха-2136. Или как сказать. Это такой вот лот К-486. Ну вот. Когда-то я его брала, чтобы связать Аделке свитерочек, когда она была маленькая года два назад. Но Аделка у нас выросла. У нее длинные руки. И я поняла, что, посоветовавшись с подругой, мы поняли, что как бы один вот этот моток 200 граммовый, он явно уже не хватит на свитер, только лишь на безрукавочку. Ну, я пошла в магазин, в котором покупала этот моток. Не взяв этот моток с собой. Я заказала там. У них уже в наличии не было. Я заказала. Через интернет мы посмотрели. И мне показалось, что этот моток, это вот оно. Но, когда я пришла за своим заказом, принесла его домой, сравнила. И как вы видите, да, отличается. Этот без люрекса, этот с люрексом. Я думаю, что мне нужно камеру будет поставить так, что ли, чтобы было вот так, по-моему, лучше. И теперь я думаю, что же с этим делать. Посоветовавшись, опять же, но в этот раз уже с мамой. Мы пришли к выводу, что свитеру быть для Аделки. Видите, какой там мелкий такой люрекс. Но будет вот так, например, тушка свитера будет одним цветом. Вот это все допустим. А рукава, горло и резиночка внизу, внизу свитера, вот будет этим цветом. Или наоборот. То есть, эти два цвета, они будут в свитере присутствовать, и один другой не будет слишком, как сказать, ну, не будут они смотреться плохо вместе. Только главное, чтобы тушку одним цветом связать, а рукава другим цветом, и будет окей. Но я горло, если даже буду вязать горло, вряд ли буду вязать, как у водолавских горло. Я буду вязать такую микро-стоечку, такое может быть, или вообще V-образный V-образный горло сделаю, и все. Посмотрим, горловину. Вот так. Это у меня такой казус произошел, что я не попала в цвет. Далее приобрела таких четыре моточка катка. Это сейчас скажу, это полухлопок, что ли, или хлопок. А, это стопроцентный хлопок мерсеризированный. Моточка в моточке 75 граммов. 250 метров 75 граммов в одном моточке. У меня есть четыре. Я думала изначально связать Аделке платьишком, только лишь этим цветом, но потом я по запросу Аделке начала вязать ей юбку, но это уже будет не юбка, это уже будет платье. У меня, как всегда. Вот из такой пряжи. Из нее я уже вязала племяннице топ с цветочками, плечики в виде цветочков. может быть, помните. Я показывала точно в своем видео когда-то, в том году это было. Из такой вот пряжи. И у меня два таких моточка. Один вот уже я начала снизу вязать, так как я думала, что это будет юбка. Но сейчас я подумала, что это не будет юбка, это будет полноценное платьишко с коротким рукавом. Ну, или как бы сарафант, в том плане, что наверху будут бретельки, просто может быть широкие бретельки. Посмотрим. Я начала снизу, это спица номер 4. И у меня еще чуть-чуть закончится моточек. У меня есть еще один такой моток. То есть подол платья, низ платья, то есть юбка платья будет вот только из этой пряжи. То есть еще один моток я свяжу. А потом, когда я начну уже, то юбка же широкая, видите, она какая-то, даже в кадр не вмещается, она широкая. Я буду делать убавление ближе уже там к талии, буду делать убавление на пояс и вся остальная часть, то есть верхняя часть платья, там, где топ, да, как бы должен быть, там, там, спина, это все будет вот из этой пряжи связано. Мне кажется, что будет очень красиво, если юбка платья будет вот такая вся пестрая, яркая, и верх платья сарафана будет чисто вот в таком нежно-розовом цвете, потому что здесь этот розовый цвет присутствует, но он более насыщенный здесь такой, чуть другой оттенок, но, в принципе, это не так слишком отличается. И верх платья будет вот таким, а еще по низу платья по запросу Аделки я хочу пустить много-много всяких вот этих, как это сказать, нитых таких, да, из этой же пряжи, все, что останется у меня остатки, потому что Аделка хочет платье или юбку как у Шакиры, она называет это Шакира, чтобы, когда танцует, чтобы вот это все так тряслось красиво, и она называет это свое платье, юбку, называет Шакирой. Она сейчас в последнее время что-то совсем запала на Шакиру, она вечно слушает ее песенки, танцует под ее песни, и все время хочет, чтобы у нее вот была какая-то юбка с такими вот, ну, по-черски это трясные, я забыла, как это называется по-русски, но вы меня поняли, и по низу юбки я пущу много-много всяких вот этих ниточек, украшений, может быть, бисером еще украшу каждую ниточку или через ниточку, то есть по подолу юбки я сюда вот вцеплю такие вот эти, допустим, вот эта юбка, ниточка будет, допустим, и может быть, какие-то бисерки, чтобы это блестело чуть-чуть, посмотрим, что-то нарядное, красивое, такое неординарное я сделала, она у нас любит все яркое, необычное, и не стесняется носить что-то такое экстравагатное, так что мне можно будет пофантазировать. Вот, в принципе, и все, что у меня о вязании. Есть, конечно, у меня еще кое-что, но кое-что, которое так себе, это просто, вот допустим, здесь, это акрил, противники акрила, сейчас меня закидают помидорами, я вяжу, непонятно что, пока еще, но я думаю, что это будет наволочка на подушечку, сейчас это изместо сделаю, это будет такая, просто обычная лицевая, нет, платочная вязка я вяжу, я не хочу заморачиваться, просто вяжу платочной вязкой, что-то будет, как бы, на подушечку, это был один моток, какой-то кусок, остаток вот такого, потом был просто белый, полушерсть, это акрила, полушерсть, просто сборная такая, из остатков все буду вязать, это будет одна такая наволочка, вязанная на зиму для подушечек, может быть, это будет просто для нас, может быть, это еще кому-то могу просто отдать, посмотрим, далее, то, что Аделке я вязала, свитер желтый, тоже, кстати, из акрила, а он еще все никак не связан, но мне надо напрячься и довязать, все-таки уже скоро, скоро осень, и Аделке, Аделке вообще сейчас нету никакого свитера, она очень выросла, вытянулась, и покупать мне неохота, потому что я знаю, что я сама могу связать, вот всегда вывязать, что такое в голове какое-то странное, это что, если я умею связать сама, почему я буду покупать, странно, да, хотя купить легче, и не так это все дорого и стоит, вот, у меня вот такое вот тут чудо, с такими какими-то косыми, переплетениями, жгутами, это не косы, это жгуты, потом вот такая, ну я показывала как-то, это давным-давно я уже вяжу и никак не довяжу, туда опять жгуты, посередине рис, а спинка просто лицевая гладь, в принципе, до подмышек, да, я уже довязала, в принципе, но можно еще чуть-чуть пару рядов связать, потому что Аделка все-таки вытянулась, а рукав, у меня один рукав почти готов, вот, у меня тут рисом связан один рукав, он уже еще чуть-чуть довяжу, пока я вяжу, Аделка растет, и поэтому мне этот рукав надо довязывать теперь, и у меня еще осталось вот столько, но я не думаю, что мне хватит на второй рукав и закончить свитер, но я докуплю, в принципе, купить эту пряжу вообще не проблема, в магазинах ее полно, так что я буду довязывать вот это, платье для Аделки, и посмотрим, может что-то новое еще буду тоже вязать, так что вот так, все, мы на этом закончим наш влог, и буду снимать потом новое, всем спасибо за просмотры, и пока-пока, и пока-пока, я буду снимать, пока-пока, и пока-пока,